И улыбаться. В работе дорожных полицейских грядут перемены. Госавтоинспекция готовится перейти на новый регламент. В нем будут учтены все нюансы работы. В частности, инспекторам запрещена грубость в любом виде. Принвлежительный тон, оскорбительные выражения или реплики, а также действия, провоцирующие на противоправное поведение. Это взятки имеется в виду. Подобные правила есть и сейчас, но собраны они в профессиональном кодексе. Этики носят больше рекомендательный характер. Готовы ли тюменские инспекторы стать джентльменами на дорогах, расскажет Лариса Соловьева. Принесение службы в службу соблюдать культурное, вежливое обращение к гражданам. С этих слов начинается каждое дежурство экипажей ГИБДД. В России только еще собираются принять регламент, а в Тюмени уже по правилам работают. В автоинспекции проверяют и внешний вид сотрудников и настраивают на доброжелательное общение. Здравствуйте, дорожная патрульная служба, капитан полиции Шинсов. Ваши документы, пожалуйста. Игорь Петрович, у вас правая фара в автомобиле неисправна. Приедете на место стоянки, уставите, пожалуйста. Хорошо, Игорь Петрович? Капитан Шинсов в полиции с 2006 года. Каждый день через него проходят сотни водителей. Инспекторы самые близкие к народу стражи порядка. Именно к ним чаще всего обращаются люди. На счету тюменских инспекторов уже не одни роды с мигалками. Сопровождение людей в травмпункт. На днях экипаж Шинсова довез истекающего кровью мальчика до больницы. Свой кредит доверия ДПС заработало. С каждым годом этот кредит крепнет. И мы находим ниточку, очень четкая связь у нас с народом. То есть это действительно работает. ДПС – лицо закона и порядка. И оно должно быть приветливым. Правда, улыбка на усмотрение сотрудника, уточняют в полиции. Вопросы поведения сейчас регулирует профессиональный кодекс, который носит рекомендательный характер. Но жалоб на хамство или грубость практически нет. Нормально, общается вежливо. Когда меня остановят, мне хорошие попадаются. Приветливые, всегда говорят свое звание, обращаются вежливо, не докапываются никогда. Жалобы на инспекторов ДПС бывают, они поступают. Но если их анализировать, то большинство этих жалоб так или иначе связано с попытками участника ДДД избежать административной ответственности. И с хамством все чаще сталкиваются сами инспекторы. И все чаще в попытке остановить буйного нарушителя страдают полицейские. Впору писать регламент для водителей. А нагрудный ночек какой у вас номер? Посмотрите, пожалуйста. Представьте, пожалуйста, мне в пятку моего ботинка. Это с поверения. Мы умные, что ли, приехали в семей. Тебя, что ли, не учили, что ли, в школе милиции? Не учили тебя? Отвести себя надо. Я вас всех уроню. Все, кто в вашей компании, я вам отвечаю. По новому регламенту даже в таких ситуациях сотрудник будет обязан проявлять спокойствие и выдержку коды тренировок. И никаких проблем, объясняет инспектор. Если бы эта ситуация была единичная, другое дело. Но это ведь у нас каждый день почти практически происходит. И мы к этому привыкли. И просто понимаем, это наша работа. Ничего большего. Мы привыкаем и просто понимаем, что человеку дать время успокоиться. В работе Тюменской автоинспекции новый регламент мало что поменяет. Но, возможно, в целом инспекторов, которые носят улыбку как форму, в России станет больше. Лариса Соловьева, Александр Бележанин. Тюменское время.